МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортеры программы Республики и я, Ольга Алексеева, о главном в Чебоксарах, Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Сухие цифры в переводе на человеческий в регионе подвели итоги экономического развития. Что с бюджетом и людьми? Кто придумал компрессорную станцию превратить в спортзал? И кому бывший холодильник сулит огонь спортивных баталий? И будет, и не будет. Чебоксарцы придумали, как поздравить любимый город с днем рождения и не нарушить санитарные правила. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цыплят по осени. Итоги экономического развития уже сегодня. Пандемийное время вносит свои коррективы не только в проведение праздников и массовых мероприятий. Социальная направленность экономики всей страны и региона заставляет власти принимать решения в авральном режиме. Предварительные итоги первого полугодия 2021-го подвели сегодня. Малопонятные цифры на язык людей Татьяна Молокова перевела. В регионе за истекшие 6 месяцев отмечен рост производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. Увеличение оборота розничной торговли – эти направления стали драйверами экономики. Практически до пандемийного уровня восстановилась экономическая активность в строительстве. Незначительно, но растет и экспорт. Здесь в лидерах кондитеры и химики снижается и кредитная нагрузка на экономику региона. Снизился госдолг республики. О бюджетных перспективах – министр финансов. Концидирный бюджет на сегодня по доходам исполнен 59,7. Год назад был 53,9. То есть на 5,8% исполнение идет лучше. При том, что в абсолютном выражении плановое назначение больше. Республиканский бюджет на сегодняшний день 61,1%. Исполнение год назад было 55,8. В этих не всем понятных цифрах главное – рост заработной платы и выплаты пособий на детей до 7 лет и школьникам. Это тоже сказывается на экономике региона. Продолжается и работа в рамках национальных проектов. Ремонтируют дороги, сельские дома, культуры, детские сады и школы. Поддержка малого и среднего бизнеса помогает не свалиться в яму безработицы, которые пугали еще в начале года. Да, в целом идет позитивная динамика относительно прошлых годов. Но в целом мы с вами обсуждали на разных площадках. Но не менее важным остается задача не расслабляться на позитивных тенденциях, а доработать все запланированные мероприятия до конца года. Сделать их таким образом, чтобы результат этих мероприятий был качественным. Но и самое главное, чтобы люди это качество почувствовали в виде конкретных изменений. Окончательные экономические итоги подведут перед тем, как сесть за праздничный стол 31 декабря 2021. Что будет на столе и какие будут загаданы желания на 2022, покажет время и финансовые отчеты специалистов, аналитиков и простых граждан. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Павел Редков, Республика. Сейчас информация из оперштаба. За истекшие сутки еще у 75 человек выявили коронавирус. 10 жителей Чувашии не смогли справиться с инфекцией. Статистика по заболеваемости вызывает опасения. Но ситуация под контролем, заявляют в региональном Минздраве. Сохраняется высокий темп вакцинации. По данным на 9 августа в регионе, два компонента вакцины получили уже почти 266 тысяч человек. При этом приходится вводить дополнительные ограничения. Так, без средств индивидуальной защиты, магазины не обслуживают на кассах, фудкорты выдают еду только на вынос. Причем в помещения запускают небольшими группами. Остальные стоят в очереди у входа. По-прежнему работают 56 стационарных и 13 мобильных пунктов вакцинации. Апрельские тезисы в действии. В рамках послания президента страны федеральному собранию была озвучена программа дегазификации. Подведение голубого топлива до границ земельных участков граждан без взимания платы. В Чувашии газ ждут почти в 68 с половиной тысячах домов. Необъяснимо, но даже после сказанного Владимиром Путиным заявок очень мало. К примеру, в Ибресенском районе дегазифицирован будет только один населенный пункт, а в Урнарском районе из 19 сельских поселений запланирована дегазификация только в двух. В городе АлатРа, Красноармейском и Цивильском районах и вовсе нет желающих. По данным представленным муниципальным образованием, из 1435 населенных пунктов дегазификация запланирована только в 910. То есть это осознанно или недоработка? Есть, конечно, время еще выверять списки, но мы и так идем уже вне графика. До 12.08, то есть до четверга, план график социальной газификации в регионе должен быть утвержден в полном объеме. Глава республики Олег Николаев подверг критике администрации муниципалитетов, которые не проявляют достаточной активности в процессе подготовки. Эта цифра, конечно, никуда не годится. По данным межрегионгаза, потенциально вот такой возможностью на сегодняшний день могут воспользоваться дома, которые находятся в населенных пунктах, до которых дошел газ, но эти домовладения на сегодняшний день не газифицированы. Тут есть великолепная возможность собственные средства сэкономить и тратить на другие злободневные нужды. А эту проблему решить уже окончательно за счет «Газпрома». И, соответственно, наконец-то довести газификацию до 100%. План газификации должен быть разработан в течение ближайших трех дней, дедлайн 12 августа. Заявку на участие в программе можно подать в региональных отделениях «Газпром» и «Жрегионгаз» Чебоксары через интернет на портале единого оператора до газификации. Прием заявлений через портал «Госуслуг» и «МФЦ» начнется в ближайшее время. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Павел Иридков, Республика. Центр избирком «Чуваший» зарегистрировал списки кандидатов всех пяти партий, собиравших подписи на выборах в Госсовет Республики. Удостоверение о регистрации получили кандидаты, которых выдвинули по единому округу «Новые люди», «Гражданская платформа», «Родина», «Коммунисты России» и «Зеленые». Эти партии не имеют льгот на выборах депутатов Госсовета. Они собирали подписи в поддержку, причем не только в бумажном виде, но и через портал «Госуслуг». Подписные листы проверяли эксперты-графологи и умная техника. Центр избирком «Чуваший» отмечают, что на выборах в Госсовет Чувашии зарегистрированы все 10 выдвинутых списков, как парламентских, так и непарламентских партий. Стало больше и зарегистрированных кандидатов в Госдуму России. Сегодня удостоверение получили представители пяти партий, которые баллотируются по одномандатным избирательным округам. Кандидатами в депутаты по Чебоксарскому округу стали представители партии «Родина» Сергей Павлов, от «Единой России» Алла Сталаева, от гражданской платформы Сергей Сорокин. По Канажскому избирательному округу будет баллотироваться Эдуард Романов от партии «Родина» и представитель партии «Зеленые» Александр Воробьев. На сегодня зарегистрировано 18 кандидатов в депутаты Государственной Думы по Канажскому одномандатному избирательному округу номер 37 и по Чебоксарскому округу номер 38. Сегодня мы зарегистрировали пять кандидатов. До четверга мы еще примем решение о регистрации, либо о подказе в регистрацию трех оставшихся кандидатов из 21, издавивших желание участвовать на оборок в Старственную Думу. Жаркие баталии вместо шумного холодильника. В Новочебоксарске пустующую много лет компрессорную станцию решили переоборудовать, когда прозвучат первые крики «Гол» в многофункциональном современном спортивном комплексе. Еще несколько лет назад это здание было, по сути, большим холодильником. Здесь гудели компрессоры, доводили хладагент до точки кипения. В соседнем здании могли тренироваться хоккеисты. Лед круглый год. Новое оборудование куда компактнее. Там находились компрессорные установки, которые замораживали наш лед. Но современная технология уже позволяет другими путями. Мы поставили более современные на нынешнее время компрессорные установки. Компрессорная станция опустела и едва не пришла в запустение. Теперь здесь новая жизнь. В скором времени появится и введем в эксплуатацию 4 замечательных площадки на территории спортивной школы, где одновременно могут заниматься 4 команды. Это сегодня директор школы рассказывает о том, сколько ребят спокойно могут заниматься спортом. За всей этой спортивной легкостью труд большой команды – команда строителей. На этой области работало около 50 людей одновременно. То есть монтажники, отделочники, сантехники, электрики, по инженерным коммуникациям и так далее. Стоимость проекта – 52 миллиона рублей, 14 из них на закупку оборудования. Все работы должны закончить к концу 2021 года, но идут с опережением графика. Первые крики «Гол» здесь могут раздаться уже в начале учебного года. Все больше и больше возможностей для того, чтобы мы создавали условия для хороших современных занятий наших ребят в Чувашской республике Чебоксар, Новочебоксарске, близлежащих городов. В России планируется привлечь к спорту 70% населения. Новочебоксарцы будут в их числе. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Павел Лисицын, Республика Новочебоксарск. Полетели. Сегодня в египетской Хургаде встретили первый чартерный авиарейс с туристами из России. Шесть лет курорты Красного моря были закрыты для посещения нашими соотечественниками. Теперь в страну пирамид из Москвы будет по пять рейсов в неделю. В Ассоциации туроператоров России ожидали ажиотажного спроса, однако этого не произошло. В чебоксарских туркомпаниях заявили о повышенном интересе к турам Шарм-эль-Шейх и Хургаду, но не о спросе. Покупать билеты в Египет туристы пока не готовы. Цены на тур в Египет не столь конкурентно способны, потому что если брать, к примеру, отель 5 звезд в Египте и в Турции, в Турции он будет на порядок дешевле. Поэтому я своих туристов сейчас не тороплю и прошу подождать хотя бы пару недель для того, чтобы понимать, какая ситуация вообще будет твориться на рынке продажи этих туров. Напомню, египетское небо для российских самолетов было закрыто 31 октября 2015 года после теракта на борту самолета над Синайским полуостровом. Тогда погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Сегодня Египет усилил меры авиационной безопасности, что было основным условием для возобновления авиасообщения между нашими странами. Чебоксары готовятся отметить 552 день рождения. В этом году массовых торжеств не будет. Коррективы внесла пандемия коронавируса. Тем не менее, на нескольких площадках на свежем воздухе пройдут мероприятия. Жители Чувашии могут поздравить Чебоксару с праздником в прямом эфире 15 августа. Приветы и пожелания будут записывать на трех городских площадках. Там же горожане могут подключиться к онлайн-марафону, который будет транслироваться на портале «Открытый город». Кроме того, столица Чувашии принимает поздравления в соцсетях. Те, кто любит свой город, могут выложить видеооткрытку с хэштегом «Чебоксары552». Уже сейчас в проекте участвует несколько десятков человек. Я попросила друзей и знакомых нарисовать скрытку ко дню рождения города Чебоксары. И вот, что у нас получилось. Чебоксары – город, где родилась наша семья. С днем рождения, любимый город! Это главная новость и Чувашия к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Любите город, в котором живете. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова